По закону, управляющие компании обязаны проводить косметический ремонт подъезда один раз в пять лет, а вот полностью обновить кровлю – задача регоператора. В итоге, если крыша давно прохудилась, то и отделка подъезда быстро придет в негодность. Дом номер 32 по улице Благова стоит на балансе центральной управляющей компании. Меньше месяца назад в шестом подъезде покрасили стены, побелили потолки и повесили новенькие почтовые ящики. Ремонт, считают жильцы, удался на славу. В скором времени появились нарекания. А сейчас сделали ремонт, и я скажу, что ни один путный хозяин не будет ремонтировать внутренние комнаты, не отремонтировав крышу. А у нас это сделали. Посмотрите, какие разводы теперь на хорошем отремонтированном доме. Хуже всех жильцам пятого этажа. Свежую побелку разукрасили крупные мокрые пятна. Ремонт в подъезде безнадежно испорчен. Вода, текущая с крыши, уже успела залить несколько ступеней. Постепенно спускается все ниже, оставляя следы на всех этажах вплоть до первого. Ну, протечки они были и в прошлый год. И так ничего не устраняют. Наверное, сначала крышу надо делать. Хотя заявление писали, ничего не помогает. Пока на улице отрицательная температура, снег тает не так интенсивно. С приходом тепла, уверены жители, ситуация изменится в худшую сторону. Вода потечет по стенам, проберется в квартиры. Вот сделали ремонт, на второй же день потекло. На второй же день. Солнце на улице течет. Даже когда они делали уже, уже сделали, но что-то было не покрашено. Уже у нас стекло. Они приходили, подкрашивали уже, а сейчас опять течет. В управляющей компании о кровле, которая больше похожа на решето, хорошо знают. Но уверяют, что жильцы с соответствующими заявлениями не обращались. Протечки, считает руководство УК, результат регулярной очистки крыши от снега и наледи. Рабочие, орудуя инструментами, нарушают целостность кровельного полотна. Ремонт кровельного покрытия производится в более благоприятные условия. На сегодняшний день, где по заявкам жителей происходят протечки, мы предотвращаем эти протечки. И работниками управляющей компании счищается снег и наледь. Согласно графику регионального фонда капремонта, крышу в доме отремонтируют в далеком 2035 году. А пока управляющая компания должна собственными силами поддерживать дом в надлежащем состоянии. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.